Великие Последовал быстрый взлет и песни Джаггера и Ричардса в последний раз удовлетворение возглавили чарты. Но в то время, когда популярность Стоунс взлетела до небес, начались проблемы с наркотиками, которые привели к аресту, затем к самоубийству Брайана Джонса. Подвиги Стоунс с их закулисными фанатками вошли в легенды, но в 1971 году Джаггер женился на завсегдатые модных курортов Бьянки и Мурена де Массиас. А свадебная церемония в Сент-Тропезе стала пиршеством для прессы. В то время невеста была уже на четвертом месяце беременности, вынашивая их дочь Джейд. Были приглашены четверо фотографов, но когда пара прибыла, сотня папарацци роилась вокруг мэрии. Вы знаете, как я вас всех люблю, но я не думаю, что мы сделаем это, если вы будете совать свои рожи всюду. Любовная жизнь Джаггера всегда обеспечивала работой таблоиды. Он оставил Бьянку ради модели Джерри Холл в 1979 году, но их отношения закончились после того, как он сделал ребенка другой женщине. Зачастую рискованная лирика Стоунс вызывала недовольство американских цензоров. Когда группа появилась на популярном шоу Эда Салливана, Джаггер был вынужден изменить слова «проведем всю ночь вместе» на «проведем часть ночи вместе». Он шел на компромиссы, бормоча слова песен. Позже он заявил, что подписал «Кредо жирного домино». Никогда не произносите четко слова песен. Более 30 лет Стоунсы радовали зрителей поразительными живыми концертами. Названные сатанинскими величествами рока, они раздвигали границы и потрясали устои истеблишмента. Джаггер начал сниматься в кино. Сначала в картине Николаса Роджеса «Представление» в 1968 году, потом у Тони Ричардсона в «Нед Келли» в 1970-м. Он появлялся и в других картинах, затем создал в 1995 году продюсерскую фирму «Джаггер Филмс» и финансировал собственные проекты. Среди них шпионский фильм о Второй мировой войне «Энигма» и ремейк классического фильма Джорджа Цуккера «Женщина». Широкий интерес Джаггера к литературе и философии нашел свое отражение в текстах к песням. Свои сольные альбомы он писал вместе с такими исполнителями, как Ленни Кравец и Уайклиф Джин, порождая сплав стилей, значительно отличающийся от привычного стиля Стоунс. Чтобы написать музыку для ремейка «Альфи», он работал вместе с лидером группы «Эоритмикс» Дэйвом Стюартом. Для человека, тратящего свою карьеру на секс, наркотики и прочие клише рок-н-ролла, Джаггер удивительно вынослив. В свои 60 лет дедушка британского рока устраивает с ног сшибательное шоу, собирая полные стадионы и не отказывается от длительных турне. По рекомендации британских музыкальных организаций, Джаггер был произведен в «Рыцаре» в 2002 году. Получить такой почет от своей страны – это замечательно. Вы знаете, другие страны тоже оказывали нам честь, и я считаю, что это потрясающе. Это признание успехов «Роллинг Стоунс» за последние 40 лет или приблизительно около того. Мы были одной командой, и я думаю, как замечательно то, что наши успехи отмечены таким образом. Сэр Мик Джаггер, рыцарь королевства и один из самых богатых людей Британии, проделал огромный путь от своего музыкального начала в ревущие 60-е. Но этот неунывающий трудоголик, лидер самой великой группы, говорит, что его рыцарство не означает, что он будет почивать на лаврах. Он собирается продолжать турне Стоунс до тех пор, пока не ощутит удовлетворения.